Здравствуйте, товарищи! Вопрос, кто сегодня авангард России, кажется простым. Ну, конечно, если мы примем внимание, какая эпоха в мире сегодня, то вопрос кажется очевидным. Мы переживаем эпоху перехода от капитализма к коммунизму в мировом масштабе. Классом, который обеспечивает этот переход, является рабочий класс. Вот он играет роль движитель прогресса. Ну, значит, и в России он тоже авангард. Вот я думаю, что если так вот в общих чертах подходить, то, конечно, это правильный ответ. Но дело в том, что авангардная роль рабочего класса в принципе не означает, что такую роль он проявляет, или его такая роль проявляется в каждый исторический момент. Вот давайте вспомним 90-е годы 20 века, прошлые столетия. Был в России рабочий класс, конечно же, был. Принадлежала ему потенциальная, подчеркиваю, потенциальная авангардная роль. Значит, класса, который призван обеспечить переход от капитализма к коммунизму посредством установления диктатуры Плетариата. Конечно, ему эта роль потенциально принадлежала. А что было на самом деле? А что было вот в тот момент, так сказать, в жизни? Ну, мы помним, как попирали интересы рабочего класса, как это проявлялось во многом. То есть, мы знаем, что уровень реального содержания заработной платы был понижен, ну, я не знаю, наверное, на порядок в результате либерализации цен. То есть, отмена всякого государственного контроля и поощрение безудержной инфляции, которая, как мы знаем, есть повышение общего уровня цен на все товары, за исключением товара, рабочая сила. И вот это было проделано, так сказать, с невероятной энергией, я бы сказал, с невероятной жестокостью по отношению к рабочему классу, положение которого ухудшилось резко и многократно. Да. Значит, мы помним, что в это время возрастала безработица, что, так сказать, миллионы рабочих страдали от полузанятости, когда они выходили, так сказать, на какое-то количество дней в неделю. Но этого явно не хватало, чтобы заработать на жизнь, да, и работали они, поэтому, очень часто, еще на своих прессуальных участках или хватались за что-то еще, за какую-то вторую работу. Ну, а миллионы из тех, кто ходил на работу каждый день, авансировали капиталистов на протяжении не только месяцев, а бывало и лет. То есть, не получали заработную плату, накапливалась задолженность по заработной плате, а люди работали, выполняли свои трудовые функции. Вот в таком положении был рабочий класс в материальном плане. Что касается идеологических, ну, помним, какой был разгул такого буржуазного индивидуализма, обогащаясь, это было в открытую, значит, попиралась всяким образом ценность коллективизма, вот, заставляла свое «я», надо было полюбить себя. Дело в том, что попирались те ценности, нравственные ценности, которые присущи были рабочему классу, уважение к старшим, да, равноправие и равное отношение уважительное в семье, к детям, значит, забота о детях. Мы помним, что детей уже рассматривали к объекту эксплуатации, в том числе и сексуальные, помним, что, так сказать, в это время были налажены секстуры в России, не за рубежа. Ну, это уж дальше некуда, но это вот разгул буржуазного взгляда на мир, что за деньги все можно, деньги все купят, деньги все оправдают, да, это сами по себе оправдание. Ну, и мы помним, что как оплевывали патриотизм, да, патриотизм оплевывали, то есть заботу о Родине, Родина, значит, это вот то, что является общим для всех. То есть, если уж мы попираем и оплевываем все, что связано с общим, да, с общими интересами, то, разумеется, и Родина тоже была оплеванная и попранная. И, так сказать, чтобы кто-то сказал, что прежде думай о Родине, а потом о себе, ну, это рассматривалось как пережиток, так сказать, коммунизма, социализма, то есть коммунизма в его первой фазе, и, значит, пережиток, от которого надо всячески было освободиться. И мы помним, что вот вместо духа коллективизма, ну, насаждался просто дух индивидуализма, и даже была специальная передача, слабое звено, что надо вот не то, что товарищу помочь, а надо выкинуть своего конкурента, и вот тот, кто выкинул, тот и молодец. И это вовсе не безнравственно, а наоборот даже очень нравственно. Ну, что делать? Падающего подтолкни. Вот все эти мерзости капиталистического разнозного индивидуализма, о которых мы были наслышаны, о которых писали, так сказать, замечательные писатели, представители критического реализма, то есть того реализма, который скрывал язву капиталистического строя, все вот эти мерзости, они, так сказать, расцветали и получали широчайший простор для своего распространения. То есть, вот в таком ужасном положении находился рабочий класс, и материальном, и идеологическом, ну, и политическом тоже, поскольку он в начале 90-х еще шел за буржуазными партиями, причем, так сказать, с увлечением, с упоением, хотя это быстро уже проходило, конечно. Вот пример того, что передовой класс исторической эпохи может вовсе не быть таким в отдельный исторический момент. И период 90-х годов как раз является таким историческим моментом. Что же касается сегодняшнего периода, вот очень интересное положение. Ну, мы знаем, что основные классы капиталистического общения остались те же. Это буржуазия, господствующий класс, рабочий класс, ну, есть еще класс промежуточный, мелкая буржуазия. Да, значит, товаропроизводитель на рынок, самостоятельный товаропроизводитель, который не эксплуатирует, наверное, труда. Мелкая буржуазия в производстве у нас достаточно мало. Она экономически, конечно, не держится. Но есть мелкобуржуазные слои, которые по своему положению тоже в значительной степени связаны с тем, что они добывают себе доходы за счет индивидуального усилия, индивидуального труда и вне коллектива. И в этом смысле они, так сказать, тоже индивидуалисты, но могут даже и не эксплуатировать других, но, тем не менее, по своему положению, вот такому, занимает как раз промежуточное место между рабочим классом и буржуазией. Их еще и Владимир Мишель называл такие мелкобуржуазные слои. Это часть так называемой творческой интеллигенции, научной интеллигенции. И, так сказать, часть работников квалифицированного труда, реализующих свои способности в сфере информационных технологий. Ну и каждый может найти примеры того, кто не являясь рабочим или не являясь буржуа, тем не менее, получая доходы, которые могут быть выше, чем у рабочих, и живу за счет продажи своих индивидуальных услуг, своих индивидуальных способностей. Да, вот кто же из этих классов сегодня является авангардным, политическим? Понятно, что буржуазия за эти 30 лет вполне сформировалась в господствующий класс, и, казалось бы, ей надо и вести общество, решать те задачи, которые перед ним стоят в качестве авангарда. А какие сегодня задачи стоят? Связанная со специальной военной операцией, то есть необходимо организовать борьбу с американским фашизмом во внешней политике, и мы видим, что эта борьба очень серьезная, что это борьба кровопролитная, требующая большого напряжения сил, но и справляются буржуазии с этой задачей? Ну вот, это большой вопрос, да, это большой вопрос. И главный, и даже еще очень интересный вопрос, что она использует, чтобы справиться с этой задачей? И вот начнем с того, что происходит в сфере идеологии. В сфере идеологии мы видим такое вот обращение к патриотизму, и к какому патриотизму? Патриотизму, который вот проглашает приоритет интересов общего над интересами отдельного человека. Вот сейчас даже рассылают, вы знаете, квитанции, различных коммунальных услуг, где написано «ты нужны Родине». «Ты нужны Родине». Значит, призывая тем самым адресата поставить интересы Родины выше своих особых каких-то интересов, расходящихся с интересами Родины. Вот опять, я возвращаюсь к тому, чем начал, на самом деле, речь идет о том, что было моралью, так сказать, социалистической, прежде думая о Родине, а потом о себе. Это же откуда? Это слова из советской песни, которые отражали позицию рабочего класса. Позиция рабочего класса победившего стояла в том, что нужны интересы класса ставить выше интересов, расходящихся с этими интересами. Я только подчеркну, что классовые коренные интересы – это не интересы, витающие в воздухе, это интересы каждого рабочего в том числе. Но другое дело, что помимо этих коренных интересов, есть и расходящиеся с ними. Так вот, ставился вопрос о том, что особенно в решающий момент надо коренные классовые интересы каждого рабочего ставить выше интересов, расходящихся с этими коренными. Так вот, и сегодня тоже идет вопрос, ставится вопрос о том, что надо ставить свои коренные интересы выше интересов побочных. А к кому, собственно, обращаются с этим? Ну, кто? Это буржуазия должна ставить свои общие интересы выше коренных? Ну, в какой-то степени, когда идет речь о мобилизации, да, или, точнее говоря, о том, чтобы вступление в ряды вооруженных сил, это ведь не к буржуазии обращается. Она достаточно тонкий слой, и уж точно не к ней это обращено. Вот точно не к ней это обращено. Обращено это именно к рабочим. То есть апеллирует к той психологии, к той жизненной позиции, которая характерна для рабочего класса. И это стало теперь общепризнанным. Ну да, вот, не превозглашает, не говоря, что, дескать, это, так сказать, мораль рабочего класса. Но по факту именно в этом, собственно, и находит опору современной буржуазии. То есть обращаясь к ценностям рабочего класса. Это, так сказать, касается СВО, но не только СВО, всего касается. Вот всей сферы, я бы сказал, идеологии и таких идеологических и нравственных ценностей. Ну, например, речь идет о традиционной семье, да, что вот утверждает традиционную семью, в отличие от нетрадиционной. А что, собственно, понимается по традиционной семье? Неужели вот та семья, которая должна жить по домострою, та семья, которая действует и живет по принципу «жена, да убоится мужа своего». Ну, не это же имеется в виду. А та семья, в которой, значит, есть забота взаимы супругу друг о друге, забота, в которой люди равноправны не только юридически, но и по факту, потому что и женщины тоже участвуют в общественном производстве, поэтому не испытывают той страшной материальной зависимости, которую испытывали женщины, когда они в материальном производстве в общественном не участвовали. Та семья, в которой, значит, женский труд облегчается тем, что есть развитая сфера детских яслей, детских садов, да, и тем самым развитая сфера общественного питания, которая освобождает женщину, ну, если не полной мере, то хотя бы в значительной степени от вот этого порабощающего домашнего труда. А мы знаем, что он преимущественно ложился на женские плечи. Так это откуда идёт такая позиция? Это идёт позиция, вообще-то, говорят, социализма. Вот такой был взгляд на брак, да. Не такое положение обеспечивало женщине социализм, а вовсе не такой взгляд, как вот, значит, бурразия насаждала, что я тебя обеспечиваю, а ты сиди в золотой клетке и жди мужа, как своего властелина, поскольку он зарабатывает миллионы. И вот у этих людей, так сказать, получающих, точнее говоря, присваивающих прибыли, всегда был такой взгляд, ну, я же тебя кормлю и обеспечиваю, что тебе ещё надо? Что тебе ещё надо? То есть, вот как некоторое такое домашнее украшение, предмет обихода, такой говорящий. Вот так это приблизительно с точки зрения буржуазной выглядит. Ну, я уж не говорю о том, что с точки зрения именно буржуазной допустимы все те извращения, которые сейчас расцветают пышным светом, потому что, ну, если я хочу, и я в центре стою, то, значит, я буду делать так, как я хочу, не считаясь ни с чем, ни с какими нормами. И если эти нормы противоречат тому, что я хочу, то тогда, значит, эти нормы будут считаться недействительными, отменяться эти нормы будут. И вот мы всё это видим. Так это интересное дело, вот то, что происходит с отрицанием нормальной семьи, вот такой семьи, которая выросла, в общем-то, из пролетарской семьи. Потому что буржуазная семья, как это писал Энгельс, это, так сказать, две воззаконенных проституции, вот дают буржуазную семью, то есть купли-продажи. Ну, в пролетарской семье какая продажа, какой тут мог быть господствующий расчёт? Да, вместе они должны действовать, тем более, что если идёт речь уже о семье, которая формировалась в рабочем классе победившего социализма. Ну, тот же расчёт вообще уходил, я не знаю, какой план, если он вообще там присутствовал, действительно всё это было, любовь и так далее. Так вот, в буржуазном мире совсем всё по-другому, всё по-другому. Поэтому, когда мы говорим о традиционных ценностях, имея в виду семейные ценности, вообще-то мы имеем в виду ценности какой семьи? Семи советской. И это в ценности были, утверждались, в условиях победившего рабочего класса, отвечали потребности и задачи развития именно рабочего класса. Вот, ну да, они договаривают современные буржуазии, что речь идёт о семье, соответствующей нравственным установкам именно рабочего класса, где люди трудятся, они эксплуатируют, и поэтому отношения взаимного уважения, взаимной выручки и активизм переносятся в семью, а не отношения эксплуатации, что, естественно, для того, кто эксплуатирует в экономике. В общем, куда ни кинь, везде, так сказать, то, к чему сегодня апеллируют буржуазии, есть отражение ценностей и идеология рабочего класса. Ну, сказать, уж я не буду говорить о том, что восхваление героизма, скажем, Великой Отечественной войне, а кто, собственно, вёл войну, какой класс был авангардом, да, и кто эту войну вёл, рабочий класс. Я понимаю, что и колхозный крестьянство тоже, но авангардом-то был рабочий класс, его партия, да, и вот если такую войну признаём, и признаём её героические пафосы, тем самым, так сказать, признаётся, опять-таки, ценность рабочего класса. Разумеется, опять здесь не говорится о том, что это ценность именно рабочего класса, но что бы хотели, чтобы ещё буржуазия впрямую говорила, что всё, что светлое, и всё, что идеологически обеспечивает сегодня энергию борьбы, стойкость, придает стойкость, и что даёт духовную, идейную и нравственную опору, это всё ценности рабочего класса. Ну, буржуазия, надо подавиться, это не скажет, конечно. Но так иногда прорывается, тем более, ну, вот, например, уже, так сказать, снимает фильм, посвящённый рабочему классу, коллективам, где он преподносится в очень позитивном плане, да. Ну, и, во-вторых, не забывайте, кто сегодня идеологи современной буржуазии. Это люди, в значительной степени вышедшие из советских вузов, которым, в общем, не чердо знания капитала, ленинской литературы. Поэтому, вообще-то, для них это язык родной. Это вот всё равно, знаете, вот как сейчас говорят, что на Украине людей заставляют говорить не своим языком, а вот они всё равно думают на русском языке, да. И мова как звучит, как вот что-то инородное. Это не значит, что, так сказать, для нового поколения язык не станет, так сказать, родным, да, украинскими, близкими, а русский язык чужим. Это возможно, вот такое насаждение, оно, конечно, меняет сознание людей, но, тем не менее, вот для людей постарше, так сказать, язык, когда они говорят о ценностях, о политике, об общественном развитии, какой язык-то вообще-то родной-то? Марксистский язык, ну пусть он чуть плохо усвоенный, ну уж прямо все должны быть мастерами языка, но плохо, но он усвоенный, он воспринятый, да. И с этим люди формировались, поэтому вот всё, что, так сказать, приходилось говорить, отказываясь от этого языка, звучало вообще в значительной степени чужеродно, инородно, смешно как-то, потому что приходилось заимствовать, не своё, да ещё переводное, да ещё, в общем-то, понятно, что уже какое-то устаревшее. Да, поэтому сегодня, так сказать, идеологи заговорили тем языком, с которым они вообще-то вступили в сознательную жизнь, и получается очень здорово у них, вот скажем, такой Соловьёв выступает, ну так ярко выступает, значит, как будто вот он ещё несколько лет назад не поносил коммунистов, да. То есть представители партии рабочего класса ещё как поносил, а сегодня как-то не поносит, а вот говорит так ярко, ну прямо его можно брать в пропагандиста университета марксизма и ленинизма, так ярко говорит. Или, по крайней мере, в агитатору, что если пропаганда не требует таких эмоций, то агитация точно требует таких эмоций. В чему так, так сказать, получается? Потому что авангардом борьбы с американским фашизмом во внешней политике является рабочий класс. Он авангардом является и в том смысле, что вот он несёт тяготы боевых действий. Ну вот всё-таки было бы интересно дать социальный состав тех, кто воюет против американского фашизма на Украине. Но, тем не менее, что больше половины – это минимально. А так, думаю, процентов 80-90 – это либо рабочие, либо дети рабочих, но у которых путь, вообще-то, был бы тогда тоже в рабочие, так, трудно высказать из этой кореи в условиях капитализма, в условиях воспроизводства общественного разделения труда. Так, значит, вот это они люди, поэтому с ними надо говорить на том языке, который им близок, и говорить о тех ценностях, которые ими движут. А они вообще-то, так сказать, идут боевать, и где судьба каждого безвестна. То есть, где люди погибают ежедневно. Где люди погибают ежедневно. И здесь иногда говорят, что вот они за деньги, за деньги, вот они. Ну, я не думаю, что все, даже из нерабочих, зарабатывают 200 тысяч, но желающих, вот, прямо в очередь, чтобы заработать 200 тысяч ценой собственной жизни, нет. То есть, здесь деньги, конечно, не главные. Не главные здесь деньги. Потому что это такие деньги, которые будут тебе, значит, получать твои близкие, а тебя не будет, это штука такая. Это не способ заработка. Это не способ заработка. Это вот некоторые, конечно, компенсации, это облегчение, там, моральные. И человек, понимая, что семья не окажется на улице вследствие гибели, это, конечно, очень важно. Очень важно. Но не это главное. Не за деньги люди умирали здесь. Не за деньги. Не за деньги. Ну, и, по крайней мере, в массе свои не за деньги. А за правое дело. В борьбе с фашизмом. Ну, вот за это у нас люди умирали и без денег миллионами. Между прочим, миллионы советских солдат погибли. Где вообще речь не шла о каком-то вознаграждении. Да. Так что, вот, люди, для которых забота о родне – это не пустое. Это не декларация, это не лозунг, которому нужно, так сказать, для того, чтобы куда-то продвинуться. А это вот жизненное такое кредо, убеждение. Да, и я вот знаю тоже таких рабочих, так сказать, с передовыми рабочими общаюсь. И тоже знаю, что Михаил Анатольевич Горчев сказал, что, ну, если призовут, ну, человек за 50, значит, пойдем. Не то, что он думает, что, как бы, вот, там, что-нибудь сейчас сказать, вертеться, пойдем. У нас все так говорят. Ну, а кто же тогда должен спасать-то родину от фашизма? Ну, кто-то должен спасать. Вот он, так сказать, передовые рабочие себя этого обязанности снимает. И в этом смысле сотни тысяч людей такой шаг сделали. Я еще раз подчеркиваю, прежде всего, из числа рабочих города и села. Поэтому, ну, буржуазин должна просто, так сказать, обязана таким языком говорить. Иначе скажут, ну, если вы считаете, если вы плюете на нас рабочих, если вы нам, значит, душу плюете, ну, идите, тогда сами воюйте. Кто это сами пойдет воевать из буржуазии? Да, непонятно. Она не такая массовая, да и хоть и массовая, и все равно это на своих детей, чтобы быть, рекрутировать. В общем, большое сомнение. Есть единицы, конечно. Есть наверняка, может, даже единицы. Но не эта массовая опора, так сказать, вооруженных сил сегодня. Это первое. Второе, почему рабочий класс зауважали сильно? А потому что, а кто, собственно, кует оружие победы? Рабочий класс и кует. То есть, долгое время, так сказать, считали, что центральный класс – это какой-то другой класс, что, так сказать, что опора социального порядка и вообще всей жизни – это средний класс. Не рабочий класс, то есть, по крайней мере. Да, некий средний класс, по сути, мелкой буржуазии. Ну и что? И вот теперь средний класс производит вооружение, которое так необходимо. Причем производит очень напряженным трудом, в том числе в сверхурочное время. В том числе производит так, что может быть отозван от отпуска, да прихвата еще дополнительной смены, да еще и выходные. Кто это делает? Это делает рабочий класс. Вот он, он, реальный авангард в создании оружия победы, да, он, а не кто-нибудь другой. А все другие, как это выясняется, подносчики, снаряды, что называется. Да, конечно, и ученые нужны, само собой, нужны передовые разработки, которые требуют научного знания. И поэтому авангард рабочего класса, авангардная роль рабочего класса вовсе не умаляет роль всех остальных слоев. Ни в коем случае. Все, кто так или иначе способствует развитию производства, те очень, так сказать, значимы для рабочего класса. И если они действительно способствуют развитию производства, это ученые, конструкторы, инженеры, то не сомневайтесь, что эти люди очень уважаемы в рабочем классе. Очень уважаемы в рабочем классе и всегда были уважаемы. Всегда были уважаемы. В отличие от того, как эти люди, ну и те, кто над ними стояли, относились к рабочему классу, когда казалось бы, что без него можно, так сказать, обойтись, точнее говоря, не то, что без него, а без того, чтобы его уважали. Можно было обойтись. Ну, а теперь, что касается вот этого, так сказать, среднего класса, на самом деле, мелкобуржуальных слоев. Вот выяснилось, ведь, я еще раз говорю, что тут целые десятилетия формировали этот средний класс, или, по крайней мере, проглашали формирование, в качестве опоры рассматривали его Россию, социального порядка, значит, социального прогресса. Ну и как сегодня, вот когда нужно защитить Россию, как с этим средним классом? В качестве защитника очень плохой класс. Это очень плохой класс. Бурчит, бурчит. Значит, а почему? Ну, тоже понятно, почему. Потому что нет ведь, так сказать, производства в широком смысле, действительно, класса мелкой буржуазии. А есть мелкобуржуазные слои, значит, которые, если науке брать, то очень часто были завязаны на зарубежные гранты, на зарубежные стажировки. И это, конечно, для ученых значимо. Но бывают такие моменты, когда можно как-то вот с этим делом смириться, а дело в том, что уже формировалась такая ориентация, что ну вот мы здесь поучимся, а потом дальше домахнем. Где вообще рисовалась карьера успешная, это вот ты здесь отучился, а потом тебя там признали и приняли на какую-то работу за рубежом. И вот теперь это все закрылось. А вот модель такого поведения, она, собственно, осталась, интересы такие остались. Это, значит, сразу такое бурчание пошло, да, учены, так сказать, интересы этой мелкой буржуазии или мелкобуржуазных слоёв. То есть, казалось, что она, конечно, идёт за буржуазией, только оказалось, что она идёт за буржуазией какой? За буржуазией зарубежной, более крупной, который может больше предложить. А уж если начинает продавать свои знания, то, разумеется, как на всяком рынке, они готовы, так сказать, продать свои знания тому, кто больше заплатит. На Западе больше платит. Ну, поэтому здесь, что называется, ничего личного. Вот помните эту формулу? Ничего личного. Что значит ничего личного? Ну, больше заплатили. Вот там больше заплатят, да. Они же нас пытаются перебивать и поддерживать, совершенно правильно делают, но надо понимать, что едва ли материально больше, так сказать, заплатят вот таким широким массам, которые теряли от разрыва, массами мелкобуржуазами я имею в виду, от разрыва связей с Соединёнными Штатами и Западной Европой. Значит, пожалуйста, значит, информационщики тоже, там же больше платят, там заказчики, там задачи, так сказать, и что же от этого отказываться, ну, значит, полетели. Да ещё страх того, что нас, не дай бог, мобилизуют. Да, это же, так сказать, это люди, которые очень ценят высоко свою жизнь. Ну, что, так сказать, Егорчев? Что ему его жизнь? Подумаешь, он там, я не знаю, 30-50 лет и зарабатывает. Что, чего стоит его жизнь? Наверное, они так рассуждают. Хотя у рабочих есть свои семьи, есть любовь, есть тоже понимание своей ответственности за семью, потому что, наверное, не меньше ему этих перекати-поле, на которые семьи-то не создают, потому что они ещё, вот, так сказать, не нажили чего-то там, вообще новое, я не знаю, так сказать, миллионы, видим, ну, так вот, они, значит, конечно же, лучше куда-то за рубеж, а что же, значит, за рубеж, и как там их используют? Ну, так, как считают нужными заказчики, в том числе, может, быть, и в интересах тех, кто с нами сегодня воюет. Запросто. Ничего, служат. Служат, служат, потому что интеллигенции в этом смысле, слуги. И только вопрос в том, какому классу служат, так что они даже не отечественным буржуальдей служат, или не, так сказать, буржуальному нашему, российскому государству, а служат тем, кто больше заплатит, заплатили тем больше, значит, им служат. Вот и всё. Вот вам и средний класс. Вот вам и средний класс, вот вам и опора. И, разумеется, так сказать, это такое умностроение, такое положение не только тех, кто уехал, значит, значительно шире и здесь тоже представлено, и в студенчестве Они же себя связывают не с рабочими, а в основном своей масти, студенты. Во-первых, они из мелкобуржуазных слоёв в значительной степени или в самой широкой степени, включая ещё и буржуазии крупные. А во-вторых, у них жизнь и перспектива вовсе не с работой в рамках завода и фабрики, в рамках коллектива. А вот, если в рамках, то в качестве управляющего такого, знаете, где опять человек зациклен прежде всего, что называется, на себе. Ну и поэтому у них тоже неприятие. Оно уже молчаливое неприятие. Но мне приходилось слышать, например, от студентов, это не важно даже, каких студентов и так далее, но приходилось слышать, что вот, дескать, как вот, всё бы хорошо с патриотизмом, зачем ты его связываешь с политикой? Ну что это означает? Как же патриотизм? Это патриотизм, это любовь к своей родине. Родина – это сегодня не без класса и общество, а страна, которая организована в государство, буржуазное государство. Да, так сказать, буржуазное государство наше сегодняшнее ведёт борьбу антифашистскую. Вот так выпала Россия. Не потому что буржуазная, потому что, так сказать, наследник Советского Союза, да, и вот союзница Китая. Вот поэтому вот ведёт такую борьбу. Так вот, наша буржуазная, ведёт антифашистскую борьбу. Что значит? Борьбу с другими классами, с другим классом, прежде всего, американским, более крупным буржуазным, разновидность классов и борьбы. И вы хотите остаться вне политики. Вот тот, кто хочет остаться вне политики, значит, и заявляет о том, что он вне политики, вот в этот напряжённый момент для России, это означает, что он на самом деле манчеливо поддерживает ту сторону. Он просто боится раскрыть свою позицию, это признать, потому что он ещё здесь, как бы вот на этой сцене, как бы чего ни вышло. Но на самом деле, на самом деле, его сочувствие, его интеллект такой, по-видимся интеллект, на самом деле, это молчаливое присмыкательство перед, значит, другим классом, другой страны. Ну, вот тебе и вне политики. Они в политике, только на другой стороне. Ну, их, слава Богу, и для России, может быть, и для них самих, что они так вот молчаливо пассивно. Вот такого противодействия, значит, переходит и к всяким открытым действиям. Да? И не являться этому и приходится. Есть для этого социальная основа в виде вот этой, так сказать, мелкой буржуазии, которая плетётся в хвосте крупной буржуазии какой? Ну, где самая крупная буржуазия, я уверен. Ну, в США, вот за ней плетётся. Но не за российской, а за той. Вот события в Казахстане тоже показали, они тоже так рассчитали на мелкую буржуазию, что вот они сейчас там получат опор. И получили кого? Получили слуг, значит, более крупной буржуазии зарубежной. Поэтому опираться на мелкую буржуазию российскую совершенно невозможно в нынешней ситуации. Ну, дай Бог, что она ещё, так сказать, ну, кто-то идёт, надеясь, что в каком-то количестве, значит, добровольцем, да, кто-то работает всё-таки. Но скулёж такой политический есть, потому что, вот, если что там серьёзно потребуется, то могут и, так сказать, громче скулить, а что-то и даже и приступить к саботажу. Вот к саботажу. Вот, может быть, поэтому не объявляют, так сказать, всякую мобилизацию, потому что понимают, что, так сказать, наплодили всех этих мелких конторок всяких, всех этих должностей таких, так сказать, где люди только о себе думают, да, и продают свои услуги. И вот эти люди, они, так сказать, едва ли захотят жертвовать в интересах Родины, в интересах всего государства, всей страны. И поэтому лучше их не трогать, и поэтому пусть будут салюты, праздники, вот они живут какой-то мирной жизнью. Помните, как вот у Маяковского? Мы обыватели, вы обувайте нас, и мы уже за вашу власть. Ну, вообще, это, конечно, правильная политика по отношению к мелкой буржуазии, но пусть она будет вот так лояльна. Ну, как бы вот, как можно меньше, чтобы она переживала каких-то вот тягот и испытаний, связанных со специальной военной операцией. Да, это, конечно, хорошо, только это ведь за счёт рабочего класса получается. Значит, он, так сказать, что в пилу, что на фронте, а этих мы не трогаем. Пусть сохраняем им привычный уклад жизни. Вот как получается. Вот такая интересная опора. Но только ведь проблема-то в чём? Что баланс-то, вот этих буржуазых славев у нас уже уже десятки миллионов, наверное, под стать численности рабочего класса. Рабочий класс постарше, кстати говоря. Поэтому посмотрите, кто в дуровольцах-то. Есть, конечно, молодёжь. А если люди за 50, а то под 60, за 40, такие уже посидевшие, пожившие, пережившие многое чего, знающие цену словам, лозунгам и так далее, и сознающим, что, в общем, без них не обойтись. Из тех, кто, собственно, всегда держал Россию. И сегодня опять, вот на первый план, что называется, на линию боевого соприкосновения уходят именно они. Рабочие дети рабочих. Авангард. Значит, итак, мы видим, что и в идеологии, и в боевых действиях, и в производстве проявляется, как никогда, передавая роль, авангардную роль рабочего класса. А что же тогда, собственно, чего не хватает? А не хватает следующего, что от лица рабочего класса выступают вовсе не идеологи рабочего класса. То есть, используют близкие ему понятия, представления, о них вещает кто? Представители буржуазии. Но это получается всё-таки, несмотря на то, что люди искренне болеют за Россию, искренне понимают, что без рабочего класса никак не обойтись, а всё остальное гнило и болото. Да, и поэтому они искренне, искренне вполне апеллируют к ценностям рабочего класса, но, тем не менее, их уже приверженность буржуазии тоже их даёт о себе знать. Ну, поэтому о рабочем классе вы не услышите. Всё говорит о русских людях. Да русские люди, конечно, а чего они такие упорные русские люди-то? Да, потому что именно в России в 20 веке утвердилось господство рабочего класса. Какого? Русского рабочего класса. Ну, так получилось, что из российского крестьянства сформировался русский рабочий класс преимущественно. И потом были другие отряды национальные, но ядро рабочего класса Советского Союза. Был именно русский рабочий класс. И поэтому русские оставляют, рабочий класс забывают говорить. И как-то получается так, что более приемлемо для буржуазии, такой национальный окрас. Так русское начало, оно тогда процветает, когда процветает русский рабочий класс. Вот это же так-то вообще-то на самом деле понятно. Но этого не договаривают. Не выговаривают рабочий класс. Очень сложно это выговорить для буржуазных идеологов. Даже те, кто действительно понимает, что сегодня авангардная роль принадлежит рабочему классу. Но сегодня, а завтра, вот они рассчитывают, что всё устроится. И тогда, может быть, можно и без этого обойтись. Без апелляции к рабочему классу. Поэтому на всякий случай, так сказать, вполне логично, говорят просто о русском. Русском начале, русском человеке и так далее. Поэтому, конечно же, чтобы авангардная роль рабочего класса в полной мере осуществлялась, нужно, чтобы у рабочего класса был собственный голос. Свой политический авангард, который выражал его интересы, который бы формулировал его интересы в тех понятиях, которые свойственны именно рабочему классу, который не забывал говорить о самом рабочем классе. Ну и, конечно же, такой авангард, я имею в виду уже политический рабочий класс, формируется в лице рабочей партии России. И вот, если говорить об идеологии, то именно рабочая партия России подарила сегодня нынешней буржуазии, идеологам её, такой термин, как американский фашизм во внешней политике. И уже об этом говорили, о фашизме, и вот недавно прошёл форум в Белоруссии, где прямо говорят, неофашизм во внешней политике. Ну, а кто реализует этот неофашизм? Ну, Америка. Собственно, тут мало чего нового, конечно, поэтому мне вот спокойно можно было опустить. Ну, ладно уж, не прямый гитлерский, ну пусть неофашизм во внешней политике. И кто это подарил? А подарила рабочая партия России, она, что взяла это с пустого места, она опиралась на то, что сформулировал выдающийся коммунист, то есть представитель рабочего движения, движения рабочего класса мирового, Георгий Димитров, ещё в 30-е годы. И вот этот язык теперь стал языком буржуазии. А тем не менее, вот научно сформулировал это, и совершенно без всяких, что называется, оговорок, а ясно, точно и чётко, именно рабочая партия России, как авангард. Ещё один интересный факт. Недавно депутат фракции «Единой России» в Думе выступил за то, чтобы после окончания СВО сократить рабочее время до 36 часов в неделю, в том числе путём сокращения рабочего дня. Ну, если не знать, что это представители «Единой России», но прямо чуть ли не положение, за которое выступает рабочая партия России. То есть идёт уже апелляция к тому, за что выступала рабочая партия России на протяжении десятилетий, и там замалчивали, критиковали, как-то пытались это дело оттереть, а теперь вот впрямую. Да? И кто? «Единая Россия». Вот я ещё раз говорю, что мне приходилось иметь дело с Коммунистической партией Российской Федерации по названию «Коммунистической», которая речь шла о том, чтобы внести законопроект о сокращении рабочего дня. Ну и потом эксперты этой партии, безымянные, правда, ответили, что, так сказать, не время, и что нужно сначала повысить производительность труда, это вот такая общая идея. И вот что значит, и что теперь казалось? Что КПРФ оказалась в хвосте буржуазии. И у «Единой России». Это совершенно удивительно. «Единой России» представляет буржуазию, которая чётко осознаёт, что ей не выжить сегодня, без опоры на рабочий класс, а КПРФ представляет мелкую буржуазию, которая, так сказать, болтается, как нечто в проруби. Ну и поэтому вот КПРФ теперь отстаёт в своих лозунгах от «Единой России». Это вот совершенно закономерный результат эволюции классовых отношений в России. Я бы не стал, конечно, успокаивать себя рабочий класс тем, что вот такое использование, так сказать, идей политических, и не только политических, выражающих интересы рабочего класса национальной буржуазии, решает себе проблемы. И что на этом надо успокоиться и предоставить буржуазии теперь выполнять роль идеолога рабочего класса, и, точнее говоря, представителям буржуазии. Нет, конечно. Ещё раз говорю, что деваться в современной буржуазии некуда, в той части, которая опирается на отечественное производство. Но она остаётся буржуазией. И поэтому не делается то, что можно было бы сделать в интересах рабочего класса даже в этих условиях. Ну, например, вот такой идёт напряжённый труд, а ничего не предусмотрен в смысле льгот по завершению военной операции, ну, например, с точки зрения исчисления трудового стажа для определения пенсии. То есть, как будто бы вот идёт мирное время. Это мирное – это время. Люди работают по 90 часов 6 дней в неделю. Такое мирное время. Или это, что я считаю, что это, оказывается, нормой стало? Или это в качестве нормы? Нет, это не норма, это ненормально. Вот, раз ненормально, значит, всякая отклонение от нормы должно быть компенсировано. То есть, считайте трудовой стаж, исходя из такого расчёта, год трудового стажа на производстве в условиях ИСВО на рабочих местах, для рабочих, равны двум годам для исчисления стажа при выходной на пенсию. Значит, это не делается, об этом забывают. Это как-то не звучит, потому что здесь уже идут специфические интересы рабочего класса, а не общий интерес из буржуазии в противостоянии, значит, американскому фашизму, внешней политике. Вот здесь без рабочей партии не обойтись, потому что это нужно требовать, это нужно включать в коллективные договоры, потому что, скажем, дополнительные пенсионные обеспечены, возможно, и за счёт работодателя. Если это широко пойдёт такая борьба, то это дело и дойдёт из закона. Да, так всегда и бывает, между прочим. Так что, без рабочей партии, значит, авангардная роль рабочего класса сегодня, ещё раз говорю, полностью не будет реализована, да. Но самое главное, что, точнее говоря, не менее важно, что если вдруг острота момента спадёт, и вроде не так нужно будет опираться на рабочий класс в такой явной форме, как это приходится делать сегодня, тогда могут и забыть, и снова всё переиграть много, и опять, значит, рабочий класс окажется отодвинутым, да, и в политике, и в экономике, и в идеологии. И опять его авангардная роль будет проявляться меньше. Поэтому, чтобы вот она проявлялась, так сказать, и в последующем, и при любом, так сказать, сочетании исторических событий, для этого и нужно укреплять рабочую партию России. Поэтому я призываю всех, кому дорогие интересы рабочего класса, судьба рабочего класса, значит, и России, вступать в рабочую партию России, помогать материально ей, помогать в распространении газеты «Народные правды», помогать в распространении видеоматериалов, которые размещаются на сайтах фонда рабочей академии, рабочей партии России, с тем, чтобы партия окрепла, и с тем, чтобы рабочий класс выполнял свою авангардную роль в полной мере, последовательно, не только сегодня, но и в будущем. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова